последующие должен хорошо управлять своим домом очень важная позиция слушайте вот важно часть хорошо должен управлять своим домом воспитание детей не будь суровым не таким на тени жестким солдафоном я буду прямо так говорить просто так должен управлять хорошо заботиться об общине божией то есть другими словами все наши дети проходят разные периоды мы проходили это как своими родителями вы те кто выросли уже да мы все доставляли нашим нашим родителям немалые хлопоты правда как если если мы ориентируемся на том что служитель который служит домашней группе группе порядка там танцевали других местах да что он должен содержать свою семью в идеальном состоянии да вот так вот чтобы дети были послушные все было хорошо вот так далее еще и должны быть все верующие это стандарт которая ну для следующего ранга для епископства до такого фактически это один из критерий которые многие общины церкви ставят перед служителем что если дети верующие он управляет себя дома жена послушание значит все в церкви все будет хорошо но здесь больше говорится чем просто воспитание своих детей какие мои отношения с детьми какие мои отношения с детьми несколько лет назад я я с вами говорю открытый разговор да вот о лидерстве которая но взаимодействующие несколько лет это уже фактически четыре года или пять лет назад пока вот мои дети еще были со мной да у нас было состояние такое очень сложное очень сложный момент с нашими детьми они не то что не они были в полном бунте да вот такой они были в тихом бунте ходили на собрание они стали молились но имели как и все остальные дети имели еще одну жизнь у меня их трое сыновей да один из них был ну как бы этим маятником праведности давид посредний он как бы маятник праведности все говорили себя молодежь говорила так когда давид приходил все были тихо ша потому что если давид увидел что кто-то там что-то заговорил неправильно либо что-то там курнул и что-то еще давид там всех за жабры если ты ум не уважаешь этого не будешь делать со мной знаете какой моменты такие вот одну как бы один более-менее такой в балансе был другие дети они как бы одни раскаивали что больше не будут другие там что-то еще но пришел момент когда мы узнали то что многие родители например им тяжело узнавать моя позиция личная до относительно татуировок и так далее она однозначно я верю что верующий человек молодежь когда верующие не должны это делать да они должны ну так будет писание на не носить себе всякие имена зверушек и все чтобы не начертания все остальное знаете наши дети учились еврейской школе они тоже добрый знают еврит и когда они приходят ко мне домой говорит но также написано на дланях своих начертал тебя как с этим спорить ну вот честно одна мысль пришла где ты видел божью руку как покажи какая она из них то есть понимать это единство что могу сказать но они говорят но так написано надо вот твое имя начерта вот я начинаю до иисус умер у него продлились были продвижены руки так мы понимаем все хотели не папа ты не понял на иврите по-другому написано не наносить имена умерших у меня шо и есть вот я же буду умерших на наносить зверей и так далее и один говорит а что если я сделаю молитву арона ну как вот 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 понимаете да они они кидают нам вызов конечно мы только пусть и через год узнал по узнали что наши дети сделали от татуировки да и знаете где сделали догадайтесь сами христианском лагере я понимаю что в авшице делали татуировки но теперь христианском лагере где учили праведности я я думал поехать в ту в ту церковь где был этот лагерь и порвать их на мелкие кусочки сначала думаю чем мои дети и как бы постоянно футболка ходят жара на улице они футболках ты пошли пошли на море то нет ни папа на банка больше не пойдет не доходило до моих мозгов что-то конечно один сделал микки мауса на спине там сделал микки мауса раскаивался самый младший плакал такими слезами что раскаялась и потом ну как это из как это изменить вырезать ну да было бы было бы это было бы лет пятьдесят назад наверное точно отцы наши бы повырезали все что можно было так не так выводит это еще хуже как бы это самое то что момента я по словами делюсь ситуацию как воспитание детей но он были на грани я вам честно скажу вот и многие наши лидеры знают мы были на грани сойти со служения потому что мы мы чувствовали что мы мы бы не мы мы не могли бы стать этим примером для для молодежи тогда то есть вот ради наших детей мы готовы были мы готовы были статьи со служения чтобы другие лидеры были пастырями служителями наши отношения с моей статьяной они были на таком очень найти вот как говорит на ножах да так вот всякая всякий разговор о детях было очень сложно решать потому что она не могла у меня были какие-то еще позиции я был жесткий она тоже жесткая и мы не дать не допонимали друг друга дети у нас хотя и с иностранными паспортами не по одни не получили аттестатов где-то учиться и в будущем полностью мы не знаем что происходит и мы как раз были у наших родителей в филадельфии нет под филадельфии и мы фактически мы были сокрушены таким образом потому что мы не могли быть примером ну будем говорить так все вы не могли быть примером на вот таком воспитании и дай бог моему тестью михилу давидовичу многих дней жизни он взял татьяну в сторону потому что фактически я же не могу против ну как бы жены идти до заставить ее например служить машина ведь я не могу служить я не могу потому что я не могу женщинам сказать каким воспитывать детей если мои дети вот такое сделать что здесь позиция и мы тогда мы узнали это все в америке к наши дети вот это все сделали они же были взрослыми и мой тесть михал давидович вытащил нас вернее татьяну в сторону говорит таня ты должна понять библия говорит о возрасте где человек становится уже мужчиной мальчиком это мужчиной где девочка становится женщиной приходит в венге они несут ответственность за свои дела но не ты ты не можешь на это рассчитывать что ты до конца своей жизни и должна ориентировать свой свой уровень своего влияния других людей по потому что твои дети по одному и по богом лично а тебя бог призвал служить другим ты воспитывала их всегда в духе писания их выбор это их выбор за все что ты можешь сделать это молиться затем татьяна после этого она изменилась потому что она получила от отца от папы своего наставления которое не могла от меня получить на пене я пытался сказать но я как бы плотит плоти крови 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 да она наоборот к отцу другое положение и с этого момента и с нашими детьми вот пришли пришла очень большая перемена очень сильная перемена с самым младшим большая перемена сегодня джошуа находится библейской школе без в эфире я уже говорил о том что он ездил на на миссию и когда видел детей из исцеленных прямо на глазах у это никогда не я знал что бог исцеляет а когда вы на твоих глазах опухоль сходит просто по молитве не потому что ты верил а потому что ты побываешься богу и как бы сомнительно такой тати и ты видишь что она действует и ты не можешь становиться равнодушным да вот таким вот мой средний сцена служит сейчас в октябре едет германия служить нашей молодежи там и других местах я вижу рома там сейчас и работаете служит и будет скоро отцом мы будем бабушка с дедушками знаете сложилась ли жизни она всегда меняется поэтому когда говорится о том чтобы содержать свой дом я верю я верю что не смотря что как наши дети себя ведут мы должны предоставить им христа миссию попытаться с ними на наладить отношения настолько что привести их богу может быть они не не буду ходить вашу общину вашу церковь но главное чтобы они ходили в другую общину другую церковь потому что мы иногда бываем с областном наших детей преткновением каких-то вещах да но они должны любить я когда был день отца в америке мой старший сын просто написал свое в фейсбуке я благодарен он написал мужику который научил меня любить женщин уважать их как уважает мою мать я обязан ему суммух своим характером и любви к богу я служу потому что он показал мне христа и как относиться противоположенному полу пап спасибо знаете что я сделал я сделал то что я мог сделать когда им исполнилось по 12 лет да ну ты понимаешь что они уже вот с девочкам неравнодушны все я бы каждого брал в ресторан это может быть дональдс я называю рестораном все равно мы садились и мы разговаривали искренне ну вот знаете вот без секретов разница между девочками и мальчиками разница между сексуальностью и теми чувствами с частью такой жизни когда ты еще не женатый а чувство поднимается может бог тебя создал таким до разговаривали о том что мастербация то нет это не часть жизни твоей они краснели они белели они крыли папа не надо это сам все знаете вот ими говорит давай просто поговорим я тоже таким был я тоже как ты был но ты должен понять что дело дело даже флиртуя несознательность девочка типа ты позволяешь ей иметь надежду а если ты готов сегодня жениться женись но если ты хочешь жениться ты должен знать как что с тобой будет я говорил 90 твоей процента твоей зарплаты уходит на ее косметику огонь двух ничего себе я говорю да 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 ну конечно я утрировал все я говорил о сложности ответственности все остальное да и какой-то момент это сработало я говорил о том тебе это все равно да вот вот ты кому-то в голову заморочил у тебя там что-то случилось да в этом переспали что нехорошо она забеременела ты-то можешь слинять себя типа я здесь ни при чем а девочки испортил всю жизнь ты хочешь чтобы бог с тобой поговорил зачем это сделал он же ее создал то как и тебя он тоже ее любит как и тебя зачем если ломать чью-то жизнь если ты не серьезно об этом вы знаете и вот это это происходило и потом 16 лет так это такая когда хотели резко жениться татьяна там где разговаривать с ними пришлось разговаривать с ними все сегодня двое из них не женаты я иногда говорю ну шо когда вы папа я делаю как ты мне сказал зачем рисковать зачем это нужно если я еще не на мне не настроил себя я не собираюсь игры слушать ты мне уже пугаешь тебе же скоро 26 это еще не женатый знаете вот и я думаю что где-то я посмотрю на свою жизнь и могу точно сказать вот честно скажу могу точно сказать несмотря на то что кто-то там сделал татуировки у них татуировки такие знаете но я объясню сразу чтобы у вас не было микки мауса мы переделали на звезду давида и написано вы на иврите один бог да и написано что это ешуа один того вот у него на спине такая звезда давида это самое все написано да ну перебили микки мауса да нет я просто я хочу чтобы чтобы вы видите моего старшего сына там тоже вы видели иногда татуировки все остальные там я не я не 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 приветствую это в моем доме он должен ходить закрытым чтобы вы знали когда он приходит ко мне домой он должен одеть рукава и одеть штаны чтобы это все чтобы этого не видел он знает это он он и он этим как бы двигается этим этими вещами но что он сделал первое это две большие звезды давида сделал а потом за написал молитву арона на иврите эти все вещи там что-то еще на иврите что-то и таки ну и это неправильно и но мы спорим с этим всеми сбьемся то с этим средний сын то написал такие типа семья навечно да так вот отношения семьи и он держится этих вещей так вот именно там что-то еще но нету никаких там из вояний там идолов или какие то еще но я не приветствую это мне мне это не очень приятно я вам сразу говорю и все равно они знают мои условия при мне оно не должно быть мне приходится с ними иногда вот бороться с этим кому-то может быть и нравится но мне нет да вот такой момент я верю что мои дети они при всех этих минусах которые есть да они служат богу я вижу это они кто-то библейской школе молится их ездит к старикам убирают убирают джошу убирается стариками как доброволец пускай вот вот ходит престарелый дом и молится за них и и порочествует им убирают за них в эти памперсы и все остальное будет папа это сложно но и не нужно это делать потому что так бог хочет средний сын он служит прославлении с молодежью он стою по субботам воскресенье он встает пять часов утра что практиковаться и делать свою работу проводит молодежные семинары плюс его вызывают на молодежные лагеря проводить такую детскую дискотеку для молодежи он там делает это средний старший сын сегодня ходит в американскую церковь служит там и работает электриком и так далее как и и служит вот и молится служит мне более прискорбно тех людей которые хотят быть лидерами да и видя детей с их которые они потыкают и по каким вопросам например у нас была позиция в семье четкая позиция никаких кружков никаких кружков по субботу все кружки в основном пианино голос там танцевальные шеи а робика и все остальное языки всевозможные всегда делают субботу до воскресенье пытаться чтобы водить у нас не было так она мы выскали этот день господа это чтобы не происходило можете нас выгонять из школы музыкально можете что-то делать но мы где мы там наши дети и вы знаете с раннего детства с очень малого детства вот ну вот джошуа было две недели мы учили в библейской школе дамом младшим две недели и мы его сдали в этот самый в детский сад при библейской школе две недели катя а что же он там делать а вот смотрите я обращаюсь тем кто работаю с детьми он могли молиться такая он лежит да вот в этой в этой кроватке в отделке а музыка идет прославление идет эти учителя поют библейские истории они показывают и и там еще одна на это на это все он там смотрит и тогда вы скажете уже ничего не понимает он же как бы это это сам еще ничего не понимает знаете я не согласен с этим вот ты как говорится тора с молоком матери да то есть идет это мы сели наши дети когда выпады они подрастали вот потихоньку всегда в девять часов мы говорили шма говорили молитву шма да и потом я их ложил любые не должны спать абсолютно я делаю шма и я буду читать библию открываю библию вместо 1 минуту две минуты почитать любую историю все они ушли когда тяжело было мы должны были что приехать это три годика да я говорю о по шма всего такой раз поспать а потом хватало любую книгу байбл 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 вот так вот и так так продолжалось и здесь когда мы приехали сюда каждый вечер каждый вечер наши были гости вы нас извините мы с детьми пять минут стоило пять минут и и конечно когда не стали же более подростки они начали стесняться таким еще но я верю что мы сделали все возможное чтобы представить им другую жизнь в миссии что мы любим бога мы такие как мы есть здесь такие самые мы дома мы с ними одинаково были выскажите ребят у вас не было проблем с детьми я вам скажу так были не я прямо говорю на этот самый на камеру чтобы пришлось использовать все все пятиградное служение знаете что такое да это такое пророк дальше чтобы не об ну вот апостолы пастыря до учителя пророки еще что евангелисты полный пять служений я вам серьезно говорю мне было несколько раз что пришлось показать кто доме хозяин продлевать им нос я сожалел очень сильно я каялся потом перед ними и сказал бы меня простите я даже не проповедовал там несколько недель но мы решали вопросы сказать рыбы вы такой жесткий вы меня не знаете честно я внутри я я очень жесткий но я понимаю что не должен быть таким я делаю это волевым решением меняться изменяться вот честно такое говорю мне папа всегда говорил быть в омуте далеко там тихом омуте черти водятся знаете такие у меня не верующий был такой таком постоянно говорит я знаю тебе это сам внутри так вот такое вот стоит я я такой и таким остался честно внутри я не дам обиду свою семью и так далее то оно мне но я понимаю мои мысли они медагоняют на один из примеров например семейная жизнь да вот так вот вот взрослые люди скажите вы ссорились летали бутылки ли что-то еще летала не не бутылки что-то другое до летала все двери хлопали хлопали там все там показать кто дома хозяин знаете и у каждого но может быть есть но у меня никогда не было этого мне оно хотелось я вам скажу честно хотелось хотелось много что сделать но вот тут я понимал что если я сделаю какие последствия должно быть что потом мне нужно будет разруливать как мне нужно будет это решать вопросы я начну бежать впереди мои мысли если это сделать если я не сдержусь если я это допущу а хотелось так сильно показать свой характер да я говорю зачем вот что будет дальше то мне легче было себя такой дать и вот дать и себя в руки сломать успокоиться и потом решить свои вопросы детьми показания детей метка несколько раз было такие как я вам сказал вот да вот вспышка такая гнева был которыми нужно было прощить прощение и татьяна тоже с пацанами тоже просила прощение так далее но чаще всего у нас я внутри делал решение я должен успокоиться я знаю что под под вспышка гнева это то что мои дети делают может сделать очень много беды я могу сломать им всю жизнь в нереальности то есть как бы такой вот это не нужно я не пример христа становлюсь да я пришлось успокаиваться и потом говорить садиться и говорить послушайте ваше поведение оно неприемлемо не по писанию не по вопросам которые вы там делаете мы будем сегодня мне нужно вас наказать за почему потому что библия об этом говорит если я вас не накажу да вы не поймете что это неправильно но я не я вас не буду наказывать в своем гневе спокойно первый лег они должны были сами лечь они сами ложились задницу поднимали получали вот так у нас было воспитание я могу сказать что я не горжусь своими детьми имеется ввиду так что вот то что они там в жизни не было но сегодня когда я смотрю на их жизнь ему сказать я я рад что я их отец я каждому пишу говорю я очень рад что ты мой сын что у нас есть на связь что можно общаться что мы можем помогать друг другу что даже джошуа которые там это были такие моменты что я расстроен могут папа ты же пастырь ты же знаешь как себя взять руки бог на твоей стране начали проповедовать а потом после одной из лекций он говорил так папа я знаю что ты людей любишь но нужно чтобы ты вообще не учил что такое любовь христа и начинается проповедь да я я уверен что для тех кто молодежи вот вы сейчас и те кто уже взрослые одна из позиций лидерство это управление домом и не то что как у тебя все будет идеально да я своей жене никогда не сказал свариме кушать и никогда не сказал помой посуду я никогда не кричал там типа что за бардак ты развелась здесь и все остальное и по ним я просто внутри понимал что если даже если есть на то причина надо быть веская причина чем я спрашивать вот такой но я вам скажу так я никогда не мою посуду ну может 10 раз всю жизнь да я не стирал я вчера чистоте вчера первый раз сделал суп со своей жизни первый раз сказать и как и так можно от мужа нужно чтобы выносил мусор заботился о детях делал кушать вот так у нас получилось ну лежит она ну как себе лежит взял убрал не то есть я не должен быть погладь мне рубашку никогда вот я спокойно сам это моя моя личная моя тема каждую субботу я встаю в 5 30 утра стою душевая погладился все свое погладил оделся уже уже где-то около 6 часов да сажусь и дальше штурмую свою проповедь уже будучи готовым скажите жена вы опаздываете вам не хватает времени бывает как часто каждый день правда на время вот для девушек время это без резиновое какое-то дело скажите вот мужья вас это раздражает вас вас раздражает сильно в девушкам все равно что вас раздражает что вы говорите своей жене когда она опаздывает не волну мы честно разговариваем да вот так вы покраснели я понимаю что сложности есть все опаздывают но знаете меня тоже это раздражает чтобы вы знали как она мне раздражает но я внутри говорю а что я могу сделать ну что я могу сделать молиться на языках что разве что таки громко чтобы я чаще я чаще я чаще всего стою у дверей жду она выходит не жди не стой я не успеваю а что вот вот управление общиной фактически похоже на семью что мы можем сделать когда наши наши люди в общине они как подростки потом где-то бунтуют и что ты можешь сделать любить ну да но иногда нужно пять полных служений я я не шучу я случился с одним человеком который из багладеша был он был один из участников самбо и по чемпиона там какой-то ми мира а он уверовал и потом мы вместе учились на как раз на пастырские классы и проповеднические через некоторое время мы встретились на конференции я говорю как-то ну я поехал обратно плачу в общину цель там ну как церковь игру как хоть нормально говорит ну как их как люди вот с людьми обращаешься вот как вот здесь вопрос дисциплины там коринфянам да вот там вот он говорит ну что есть разные люди хоть тут у меня был пример там один человек начал на меня просто катить бочку неправду говорить все я его отправил в реанимацию я говорю не понял у тебя так вот взял его мудохал и вот эти отравил от реанимацию но живой он пришел после всего покаялся в церкви хотели был неправ я говорю вот это сила вот это вот сила вот если бы можно было на украине так делать нет невозможно там это как-то получилось разная культура поэтому якобы не шучу что здесь есть разные моменты такие в африке такое бывает это у нас если демократия белые люди как бы все милиция государственность какая-то такая лишь он нужно пастора привлечь ко всем ответственности можно на него в суд подать можно его еще к чему-то привлечь выше все у нас другой какой-то веры одни все все вы сектанты поэтому возможно это по-разному в эти 100 стороны да поэтому я из когда говорю о воспитании его вот это что должно хорошо управлять своим домом говорится о том как каким сердцем мы подходим как мы делаем как настойчиво каким-то вопросам относимся каким порядком мы привыкли потому что на самом деле взаимодействие как сосуды наше сердце может может работать только тогда когда у него есть сосуды кровь и нас от взаимодействия со всем телом его вырвешь оттуда ну что ты пастырь да но если тела нету то есть сердце будет никому не нужно правда вот эта часть где моем взаимодействие в этом говорю и буду говорить о том что наша лидерская ли служительская работа которая у нас есть она должна быть взаимодействующие и поэтому тело она различна не должен быть на из новообращенных лидер не должен быть из новообращенных имеется ввиду позиция к либо к диакону либо к служителю уже епископства не должен быть из новообращенных почему мы уже говорили это с первом классе что одна из проблем 90-х годов это поспешная передача власти его и ну как бы дать позволение другим людям управлять община или церковь другими насаждение других церквей все если взять такую статистику то с тех 90-х почти никого не осталось ни пасторов не церквей которые там были либо они совсем маленькие либо превратились какие-то секты страшные потому что ну позиция так это есть позиция человек новообращенный и не не утвержденный в боге и в не испытавший его законы до бога и так закон благодати закон милости законно даяние законы например там много прощения если человек не пережил это то он не сможет дальше работать на поправильно чаще всего мы втягиваем в общину свой опыт предыдущий который у нас есть мы его втягиваем например люди которые разводились или женились или опять еще разводились еще раз женились каялись потом случалось с кем-то из в общине или в церкви такая ситуация да то эти люди основываясь на своих чувствах и своем опыте будет позволять опять жениться разводиться и все остальное вы понимаете чем вы да вот но это как бы крайности но и другие какие то вопросы идут не должен быть из новообращенных уже сказал и самое интересное еще последнее то надлежит ему иметь доброе свидетельство от внешних от внешних относительно своих дел и я скажу на сегодняшний день многие 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 христиане страдают от того что внешнее свидетельство о них не не подтверждает их христианство буквально вчера я вот мы просто услышали как некоторые вот наша диаспора иммигрантов за границей тогда громкие дела пооткрывали очень громкие дела за границей очень к мошенничество очень больших размерах на на биржах все остальное как бы таких люди которые связаны здесь верующие прав правительстве и там бизнесмены все очень много людей попало по разным статьям мошенничество педофилия и еще там какие-то такие моменты там вы знаете и какое мнение сложится увидеть почитающие вот такие вот истории там председатель баптистского объединения южных там штатов америки посидеть славян до славянской был привлечен в суд за 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 образование группировки то есть там криминальной группировки которые по гипер тем самым случайностью как бы там преступности подавали информацию которые не должны были подавать да там людям и зарабатывали деньги на этом как вот так смотреть на на все это я думаю что вот когда говорится от внешних нам нужно думать что мы письмо читаем о людьми всеми людьми и если мы работаем в этом мире мы должны работать как для христа для миссии послушайте очень это очень важно но я не знаю как 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 вы к этому отнесетесь буквально недавно вот у меня ситуация такая произошла она неприятна для меня я просто себя как бы не сдержал в руках то что кто-то набил я не я не драчу чтобы вы понимали да мы приехали я ехали домой и татьяна 2 яйца утром и купим яйца я смотрю как бы на завтрак хорошо мы остановились возле магазина пошел купить яйца стою в очереди мужчина подходит немножко так подвыпитое это все остальное будет можно куплю сигареты ну будучи как бы вежливым человеком пожалуйста ну пожалуйста покупайте это это же ваше дело он надо задавать вопросы там как бы вот машинах и все такое и труд сзади как еще и вода вдруг ли что-то еще типа о там дева ты там уже впереди ну там еще ты бы вот за бутылку пива типа ну пройти дайте я говорю подождите мужики это же неправильно ну я сдал милость то есть ты их там типа спидал что ты типа подвыпише но это быстренько для сигареты там ну бери нет еще своего друга а тот говорит типа а шо здесь такого но он уже покупает но и мое я ничего не сказал взял свои вещи и пошел в другую кассу ну просто как бы тут из того конца кричит знаете что ведь есть такой доктор психиатр но мою сторону типа знаешь я говорю но можно закрыть рот вообще как бы так да и не но как бы он начал опять закрой рот просто бери свою вещь и иди но мне почему я почувствовал что это не ну как бы это неправильно вот мне нужно было не нужно было так сказать делать ну полете да что фактически почувствовал что я нагрубил человеку а вот если придет время мне ему свидетельствовать вот придет эта ситуация где нужно будет мне ему сказать о христе он скажет о это ты сумасшедший псих да вот я я почувствовал что мне душу обречил и так вот что можно было просто промолчать спокойно дать и обзываю это все можно было сделать и о чем о том что иногда мы должны помнить вот здесь вот как лидеры как как верующие люди вот здесь всегда помню что несмотря на то что мы живем этом мире у нас может быть такая ситуация где мы должны будем засвидетельствовать тем людям с которым мы общаемся какое свидетельство мы будем иметь внешне какое вы понимаете чем какое и когда мы ставим у нас была такая практика у нас был один служитель которое мы высвобождали в служении в тюрьмах он уже не с нами его семья уехала в израиль и так далее как бы другая история и фактически мы не только пригласили людей которые его знают мы сказали хотел бы я услышать от тех людей которые с тобой имели бизнес да конечно же они засвидели что да тогда потом конечно узнал что все таки люди были лицемерные просто ради того чтобы как уважение то есть сделали но мы спрашивали от внешних например родители не были верующие вы не против чтобы он служил в тюрьме достойный он служить тюрьме понимаете да такие моменты поэтому когда я говорю от из-за из внешних то мне бы не хотелось бы чтобы кто-нибудь из наших служителей до вас проповедовал кто-то и вставал бы из или приходил бы с улицы которые имел плохие отношения кричал то ты гнида такая ты метам обворовал ты меня обозвал какой-то христианин и так далее мне бы не хотелось это слышать выпадете да вот такой ама а а возможно ли это возможно ли это возможно вас возможно когда свадьба был вот у нас стать она была свадьба чисто 50 низкая община хотя михаил давидович мой кохлан это самое то есть был пастором и все он там церковь делала и когда я стоял там и пасы спрашивал у кого-нибудь из сестер есть претензии к нему может быть он кому-то обещал дал повод для того чтобы это сад то есть какой-то момент да вот у вас есть претензии что он не на вас женится а женится вот на татьяне вы знаете было страшновато не не я не я не я не то что я я я повод не давал то есть у меня была внутри оппозиция так я своих детей учил что меня считали немножко сумасшедшим немножко просто там братья к мы после собрания долгие там ночи так далее когда мы выходили из собрания такого подпольного то помогали там молодым сестрам там-то сумочку нести все а я как знаете вот но у меня путик такой был что если я несу всю эту сумочку я даю и повод что она думала что я в нее влюбился а мне эти девушки с этими платками никак не не никак не нравится я честно я вам скажу честно я просто я другой был человек я не то что я горжусь просто внутри я я молился господи честно я хочу жениться но не на таких вот вот знаете вот эти вот старые 50 некие такие я че я молился чтобы моя жена умела готовить чтобы моя жена понимала в моде что она могла как бы красиво деваться и вот чтобы я молился об этом честно я скажу так честно я хотел чтобы она была современным человеком такой вот и я слава богу и вы должны понимать если вам расскажет мои что она видела когда мы поехали в маяк и когда было первое пробуждение 90-х годах там 90 80-х годах восьмой год был да так она со своей командой стирас поля ты молодежка увидела одного кута пижона который шел весь в джинсах покрашенные волосы и говорит вот это что за чудо такое вот это это был я а потому что джинсы были был грех особенно если ты покрасил волосы и еще длинными это сайта это было очень страшно я а я любил форсовку форсовать это сама немножко купил продал немножко так за ним мама кричала мне тебя посадят я говорю вам не каркайте мне вот этот момент то есть я был из-за этого мне не давали водного погружения что я был чересчур был свободный в этих понятиях все но я любил сильно бога я сильно любил бога и когда я увидела вот этого покрашенного поднимающего к богу руки так свободно и плачущие на собрании видно он настоящий он никогда не думал что я ей пределу предложение я говорю о том что мы должны быть иметь вне от внешних всегда свидетельство помните вы лидеры помните что бог верил вам руки вести многих людей и как мы себя ведем подноси нашего бизнеса относительно наше поведение даже если мы едем в трамвае в маршрутке как мы открываем рот что мы говорим как мы говорим каким видом мы говорим шо мы говорим это отражает христ ну как бы как люди воспринимают христа я бы реально я бы честно не хотел бы чтобы даже к любому члену нашей общине пришли сказали ну типа сволочь такая там это самое ты меня ограбил твихом еще там или там перерезал счетчик это сова там чтобы скрутить и все вы такие христиане и так далее честно не хочется вот одной из позиций вот здесь и женят внешних мы не читаем это и не думаем об этом но это христианская позиция от этого то что требует нас писание и быть всегда во свете быть сюда во свете вот Субтитры подогнал «Симон»